доброе утро друзья и добро пожаловать в мою загородную жизнь сегодня мы проснулись в этом чудесном доме который находится даже на территории москвы на самом деле но по ощущениям конечно это загород можно прямо из спальни выйти на балкон и так вот чудесно потусить тут правда тут ничего нет но когда-нибудь обязательно будет ребята только осваиваются тут вчера как раз мы собирали гостиную вы видели не знаю что сегодня будет наверное мы поедем в москву принципе задача наверное просто приятно проводить время считаем что это такой небольшой отпуск и у меня все еще лежит смотрите что не раз не распаковано завтракать пойдем все сейчас несусь на полочке все еще лежат вот эти красавчики которых я так и не распаковал все еще извините меня пожалуйста за камеры опять на всякий случай вдруг там тут приехали фотографии которые вера снимала на такую одноразовую мыльницу который подарили на день рождения вот и только сейчас мы увидели фотографии это было уже почти полгода назад кира тема должна была быть еще вера в окне но ее не видно не все удалось здесь вообще не все но собственно пленочный фотоаппарат тем более такой мы видимо знаете забыли про то что такой фотоаппарат с таким дерьмовым объективом не может снимать в темноте и поэтому некоторые кадры и вообще не получились вот от слова совсем но с другой стороны знаете вот этот лист я даже смотрю на кадр выглядит как произведение искусства можно только на стену повесить и ну прикольно но кроме того что мы вот так вот лажанули но даже в этом что то есть и говорю вот не видно информации до конца ну типа ты знаешь что она была там такие вот например я есть фотография меня с лемуром или мужа да вот и вы видите это зерно бешеное то пленка отчаянно пыталась что-то изобразить но у нее не получалось это просто к теме того что если снимаешь на пленку надо бы помнить про очень многие моменты а мы уже так видимо привыкли к цифровикам что как-то даже в голову не пришло что оказывается iso пленки так сильно может влиять а там было я не помню сколько там было 400 наверное 400 и со было в общем соответственно в темных помещениях ничего не получилось ну ладно это прикольный опцию прикольный опыт ведь сколько у нас черных квадратиков не нравится красиво из этих черных квадратиков можно сложить как раз какую-то композицию вау ну в общем вы поняли примерно мой месседж очень мне придется снимать на пленку но проблема в том что это просто как минимум дорого сейчас пленок мало проявка вот этот все и нету на это мне кажется лишних денег хотя процесс очень приятный я в свое время снимал на пленку и мне кажется это прям крут крутая тема так что если у вас есть много денег то снимайте на пленку это приятно даже если у вас получается вот такие как смотрите кого показывает то смотрите какой взгляд привет мы выбираемся в москву все сели в тачку уже так что сейчас наш покрасающий водитель но реально машине надо иметь руки сохнут шли на воробьевы горы пешочком тут дошли немножко популяцию люблю то здание его массивность такого как рядом с ним оказываешься внизу то прямо чувствуешь насколько она огромная мощная не знаю как то завораживает эту тему вот номер один номер два так это свой подарок себе на день рождения на миллион рублей и подарок еще от веры это мой подарок заранее ну все пришло время видимо распаковать потому что иначе как будто бы я не знаю когда это произойдет хоть и день рождения завтра но ну а блога блог выйдет как раз завтра ну типа того да ну давайте поехали давай леночку давай до свидания Маша как школьница ему это же интересно давай давай как красиво так маленький малыш и он еще знаешь какого цвета он розовый так не слушайте мы посмотрим сюда на всякий случай а что там там заряды пахнет не знаю пахнет как-то неожиданный запах все поехали ох этот звук все хорош ну секси мне нравится кстати цвет классный он под цвет кресел красивый цвет секси так ну давайте к нему сразу обложечку давай давай чтобы мы увидели его в костюмчике так ммм я пока не верю в это честно говоря все он магнитный самая важная вещь без которой все это не имело смысла потому что именно ради этого все и покупалось да это было первоначально да как говорится что появилось впервые яйцо или курица apple pencil или ipad да да господи как они секси это делают просто выдвинул все такое разве не секси страшно о да ну вот он и внимание все расходимся расходимся включаем ребята первый запуск нет не работает скажите по язык выбрать из страны другую не знаю играй пока россии не порть себе репутацию а ох ребятки все я ставлю прок рейд заплатил на него 900 рублей чтобы рисовать и вот осталось только apple pencil а вот apple pencil ребят не знаю то ли у меня какие-то проблемы и я это накладываю на происходящее то ли нет я короче со своим айпадом испытываю сейчас такую странную сложность мне начало казаться что я как только его открыл и начал рисовать показалось что как только я двигаю карандашом вверх вниз apple pencil выясняется что как будто бы у меня какая-то знаете как будто мне неровное покрытие и что-то ну реально как будто я вожу по неровному покрытию но покрытие естественно ровное и я вот пытаюсь сейчас понять хожу по магазинам тут тестирую просто работает так же у всех или это меня глючит потому что когда я на своем этом демообразце в магазине пробовал таких проблем не было вот так что сейчас он пришел в европейский где-то ищу тут ресторт хочу понять проблемы или нет надеюсь мне помогут потому что я попробовал связном сейчас еще там не молча понял надеюсь что сейчас мне попадется какой-нибудь консультант который скажет такие это или нет и тогда я буду разбираться потому что сейчас я в каком-то подвешенном странном состоянии вот это конечно тема такая себе не получается радоваться вообще с этим последнее время сложновато короче зашел в рестор сейчас и не очень понял попробовал на другом айпаде мини тоже немножко странные ощущениям как будто меньшие чем у меня мне посоветовали зайти сейчас авторизированный сервис рядом и спросить у них может быть они подскажут что это за фигня если вообще эта проблема или мне она приснилась киевская а мне вот туда еще одно место короче похоже все-таки это норма и все что мне кажется это мне только кажется конечно чуть-чуть чуть-чуть какая-то странная движуха но я думаю нормально видимо я привыкну знаете это когда очень долго чего-то ждешь я думаю многих такое было тебе начинает казаться что лампочки не светятся или еще какая-нибудь проблемка пересекаясь сейчас с верой и попробую где-нибудь перекусить какое-то знаете такое состояние странное завтра день рождения несмотря на то что я поехал в москву все время ощущение что я должен что-то делать вот это к слову о том насколько здорово когда у тебя нет работы да с одной стороны да с другой стороны у тебя вся жизнь превращается в работу и вот я прям ощущаю то что нужно монтировать влог ощущаю то что короче давление всех этих задач которые каждая по отдельности восхитительная прекрасная задача но когда вот так вот в моменте останавливаешься и смотришь на их количество становится как-то не по себе вот в этом искусство ловить вот этот баланс и спокойствие непростая задачка но похоже она чертовски важная и растянется на всю мою замечательную жизнь квас из теремка пись приехал к девчонкам на даниловский рынок не могу их найти теперь пробую а рынок такой большой что это нифига не просто на самом деле хожу брожу а они что-то не отвечают где же они где вот к слову в этом месте один из лучших flat white который я пил в своей жизни всем советую в москве человек и пароход топ зацените мое блюдо договоренность по старой цене уничтожено а не просто сыгра можно продержать секундочку а дальше продолжать а потом она им говорит как потом он говорит тебе да как вы мошенники типа они говорят да нет нет вот ваши денежки хотите забирайте ваши пять миллионов ну что ребят сижу монтирую в мироторге ждем нашего спасительного водителя никиту который довезет нас до дома да из-за того что верена сестра саша нас очень долго ждет мы купили огромную штуку с клубникой а как вам такая ширина видосика проверяем видосик проверяем привет у ребятки привет котятки с вами глеб караумская ёлка чё кого встречайте спасибо до свидания до свидания